Для многих участников проекта это первое большое путешествие. Несмотря на усталость, они с удовольствием крутят педали, тем более, когда вокруг красоты Красноярского края. Второй и частично третий день велопробега команде «Сердце-километры» предстояло провести в Ачинске. По сути, именно отсюда стартовал нон-стоп ярких эмоций и впечатлений для ребят. Программа «Пробега» была насыщена настолько, что на отдых не оставалось ни времени, ни желания. Ребята глотали события как воздух, а именно через призму разных форматов черпали вдохновение у окружающих и у друг друга. Вечером брейк-данс, утром краеведческий музей, днем мастер-класс в художественной школе. Парни и девчонки делают себе обереги в дорогу, которую позже провезут на своих великах до конца пути, а возможно и сохранят еще на долгие годы. А это урок рисования в необычной технике губкой по холсту, а это искусство оригами. Как оказалось, у участников проекта много увлечений и главное, каждый уже имеет цель в жизни. Я хочу стать психологом. У меня получается работать с детьми. Я помогаю иногда воспитателям с детьми работать. Иногда где-то сама могу взрослым помочь. Я бы хотел последовать за своим братом, поступить на нефть и газ. Я бы хотел путешествовать в командировку, подальше от дома. Не люблю на месте сидеть. Я уже много раз говорил, я полицейским хочу стать. Некоторые полицейские с пистолетами ходят. Это классно же. После впечатлений эмоциональных физическая встряска маршрут держим на стадион Олимп. Именно здесь ранее занималась Светлана Мастеркова. Несколько лет назад жители Ачинска даже переименовали легкоатлетический манеж и рекорд в честь великой землячки. Ребята сразу вынесли отличный пример для подражания. Тем более, что большинство участников проекта в хорошей физической форме. Здесь впервые многие попробовали поэкстремалить несколько трюков под присмотром профессионалов. Породили массу разговоров. Вплоть до следующей остановки. Организаторы Ачинского этапа «Сердца километров» рассказали, что над программой думали долго. Хотелось показать все и сразу. Мы, конечно, с радостью откликнулись участвовать в этом проекте. С теплотой, с душой, знаете, постарались по максимуму разнообразить программу встречи. Ребята молодые, чтобы им было интересно, то есть, знаете, и культурную, и спортивную жизнь города показать. Конечно же, таких проектов должно быть больше. Мы об этом и говорили. Ну а после обеда в большую дорогу путь держим на Назарова. Здесь ребят встречаются размахом. Участников его пробега на главной площади города ждали как настоящих героев. Еще был уже третий день пути и несколько сотен дорог позади. Эти дети такого приема достойны без сомнения. Улыбки не сходят с лиц. Тем более, что ребятам доверили прокатиться по центральным улицам города. Разумеется, с соблюдением всех мер безопасности. Ну а вечером знакомство с визитной карточкой города, молокозаводом Назарова и хлебным комбинатом. Многие парни и девчонки в этот день впервые воочию увидели, как выпекают хлеб, булочки, делают печенье. Все можно было попробовать. Их приезд к нам в город сделал каждого из нас чуточку добрее. Потому что когда мы видим таких замечательных ребят, которые в силу разных обстоятельств, к сожалению, там остались без родителей. Но для нас они родные-родные дети. И когда мы их видим, мы становимся добрее. Чем дальше мы едем, тем больше теплых встреч. Назарове участник велопробега Данил увиделся со своей родной сестрой, с которой 10 лет назад его разлучили. Когда мы с ним расстались, я его практически не видела. В этот вечер в Назарово много говорили о самой проблеме. К сожалению, сегодня статистика не радует. И хоть сдвиги есть и все, больше и больше семей задумываются над различными формами опеки. В крае продолжают отказываться от детей. И поэтому цифры, по сути, стоят на месте. Еще к большему удивлению, 80% детей из детских домов в стране – это сироты при живых родителях. Однако очевидно, что ситуацию надо менять. Тем более, как показало это всего одно маленькое путешествие, в детских домах воспитываются достойные мальчишки и девчонки. Татьяна Шмали – одна из тех, кто не побоялась прикоснуться своим сердцем к этой беде. 13 лет назад жительница Назарова взяла девочку из детдома. Говорит, что в этой истории все решила первая встреча. И сомнений с той секунды не было. Я считаю, это должна быть, прежде всего, душа у человека. И понимаете, вот, допустим, мы вот с ней встретились, и она мне вот как сказать, как увидела я ее, и все. Я не пришла выбирать, вот кто не подходит, другое не подходит. Обсуждение проблемы, поиски новых форм взаимодействия, заинтересованных служб и ведомств прошли сквозной линией через все путешествие. В каждом городе и поселке организаторы вместе с ребятами не уставали говорить об этом, вдохновляясь все новыми и новыми идеями. А ребята тем временем стартовали дальше. И следующий пункт визита – Шарыпова. Екатерина Погорелова, Алексей Гусев. Новости. Генеральный партнер проекта – компания «Красцветмет». Партнер проекта – Красноярский алюминиевый завод компании «Русал». Страховой партнер проекта – компания «Росгострах». Страхов.